Славочка родился 22 марта 1982 года в Великий пост по церковному календарю в день празднования сорока мучеников севастийских. Он был маленький, весь такой кругленький, больше похожий на девочку. У него было маленькое и кругленькое личико, белая и чистая-чистая кожа и нежный-нежный, как шиповничек, румянец. У Славочки был маленький ротик, очень маленький носик и огромные синие глаза. Его глазки были синие, а иногда они бывали и серые. Все зависело от того, какую оденешь на него рубашку. Синее на него оденешь, и глаза у него синие, а когда зеленое наденешь, у него глаза вообще становились необычными. Они были одновременно и серыми, и зелеными, и синими, как цвет морской волны. А так как радужная оболочка глаза у него была размытая, то его огромные глаза казались глубокими и бездонными, как голубой туман. Вот такие необычные были у него глазки. И еще у Славочки были рыжевато-каштановые, кудрявые, мягкие-мягкие волосы. Он очень интересный на личика был. Все у него миниатюрное было, и мы постоянно думали, что это девочка. То, что Славочка необычный ребенок, это понимали все. Но впервые это проявилось, когда Славушке не было еще и года. Моего мужа в то время перевели служить в Германию, в бывшую Германскую демократическую республику в составе группы советских войск в Германии. И мы переехали за ним. Нас провожала моя мама Анастасия, довольно спокойная, порой даже можно подумать, что равнодушная женщина. Мы готовились к отъезду и очень торопились. Суета, сборы, обстановка нервозная. У меня маленький Славочка на руках. Старший ребенок тоже еще не был большим. И вот мы собираемся и стараемся успеть на автобус. И вдруг в такой важный момент, вместо того, чтобы нам помогать, моя мама начала себя как-то странно вести. Она взяла Славочку на руки и на меня в раздражении из-за чего-то стала кричать. Славочка посмотрел, посмотрел на нее, а она не останавливается. Он опять на нее посмотрел. А ему, наверное, в то время было месяцев семь или восемь. Он посмотрел на бабушку, потом разворачивается и, как хлопнет ладошечкой ее по щеке, мама замолчала в одно мгновение. И она потом молчала всю дорогу. И только через несколько лет она осозналась в том, что она не понимала тогда, что с ней происходит. И когда он ее по щеке хлопнул, она почувствовала такую радость и облегчение, как будто какая-то тяжесть отошла от нее. И после этого случая она вообще больше не кричала. Так что исцелил Славочка бабушку свою. Семь месяцев. Люди говорили, когда его видели, что он похож на ангелочка. Когда Славочка был маленький, а мы в то время жили в Германии, немцы не могли на него налюбоваться. Он был жизнерадостный, очень веселенький был. Но при всей этой своей веселости он все равно был спокойный. Какая-то в нем была уверенность, какое-то тихое спокойствие. И всегда он был радостным, всегда улыбался, особенно когда видел людей. Вообще любил людей. Славочка был очень жизнерадостным и очень подвижным мальчиком. У него было очень много друзей. Он еще спит, а уже с утра его ждут под окнами. И помню такой интересный случай. Он был еще совсем маленьким и как-то ко мне прибегает и говорит. Мамочка, у нас дома бочка есть. Славочка, а зачем тебе бочка? И какую тебе бочку-то нужно? Деревянную, говорит. А зачем тебе деревянная бочка? Он отвечает. Мамочка, я построю подводную лодку, чтобы в ней никто не тонул. Потому что плохо строят. Надо строить лучше. Люди тонут. И вот он хотел на озере Месяш из деревянной бочки построить лодку. И сказал, я лучше сделаю. Но у нас бочки-то не оказалось. Даже когда Славочка был еще совсем маленьким, он уже был чистоплотным. Многие маленькие ребятишки пачкаются, когда кушают. Размазывают кашку по щечкам. А Слава никогда не пачкал себя кашей. Это-то и удивляло меня. Потому что я такого никогда не видела. То, что Славочка был не совсем похож на остальных детей, меня уже начинало тревожить. Это было страшно для меня, как для матери. Потому что сразу вспомнились все бабушкины слова. Я сразу вспомнила всех теток, дядюшек своих. Вспомнила, как они молились. Вот все это вспомнила. И сразу мысль пришла. Откуда у него такая сила? Ведь это ребенок. Он еще не может знать того, что он говорит. Он еще не должен уметь делать то, что он уже делает. Значит, это кто-то делает. И от этого у меня был панический страх. Кто бы мне тогда объяснил, что это такое? Потому что я с детства была воспитана так. В первую очередь ценилась человеческая душа, а не тело. И поэтому у меня был страх в первую очередь за его душу. А тело, ну, оно уже как-то было на втором месте. Если бы вы знали, как мы за него боялись, как переживали. У нас было неосознанное переживание и страх, потому что он был необычный. И это видели все. Помню, когда Слава был еще грудным младенцем, у него уже была необычная черта. Он все время кого-то разглядывал. Это даже видно на его младенческих фотографиях. У Славочки был очень проницательный взгляд. И он смотрел словно насквозь. Вот, например, мы ему могли что-то говорить и нянчить его. А он как будто не обращал на нас внимания. У него был вид какой-то отрешенный. И он все время кого-то разглядывал. Это было так необычно. И нам по-настоящему было страшно, потому что мы не знали, что и подумать. А потом, когда Слава научился говорить, он сразу стал говорить о Боге. Тогда была популярна песня. Такая интересная. В ней есть такие слова. Ах, мама, маменька, я уж не маленький. Ах, мама, маменька, мне много лет. Ее все тогда пели. И Славочка эту песню услышал. И мне ее тоже спел. И я ему говорю, уж прямо тебе так много лет. Ты же маленький. А он на меня так серьезно посмотрел и сказал. Мамочка, мне и вправду много-много лет. Я очень старый, почти древний. В общем, меня эти слова очень испугали. Виду я, конечно, не подала, но спросила. А как это, Славочка, надо понимать? И он мне начал подробно обо всем рассказывать. Он рассказал мне, что помнит себя до рождения. К сожалению, я помню только часть из того, что он мне подробно рассказывал. Он сказал, что сначала была огромная скорость, был свет, потом дорога. Я спросила Славочку, а что это за дорога? А он сказал, что есть такое белое полотно, как ининая ткань. И вот такая была дорога. И по этой дороге он шел на огромной скорости. Так он себя помнил и так рассказывал. Была огромная скорость, белая дорога, как ининая ткань. В конце дороги он остановился, потому что впереди был очень глубокий обрыв, как бездна, из которой не выбраться. А на краю бездны стоял человек. Очень высокий, одетый в темную, как бы монашескую одежду. А на кончике указательного пальца у этого человека висела длинная лампада на цепочках. Я так поняла Славочку. Этот человек стоял с лампадкой, и она горела. Случайно чуть-чуть отогнувшийся край его одежды открыл ослепительный свет, на который невозможно было смотреть. И Славочка сказал, я остановился на краю пропасти, а человек с лампадкой перешагнул спокойно через эту пропасть. Затем повернулся ко мне и сказал, прыгай. И я, говорит, разбежавшись, перепрыгнул и еле-еле удержался. А человек с лампадкой куда-то пропал, исчез. И я, говорит, чуть-чуть еще прошел, потом свернул в сторону на какую-то твердую темную дорогу, как бы в тоннель, и оказался у тебя. Вот так он себя помнил. Славочка помнил, как он сюда собирался. Он мне рассказал об этом своими детскими словами, и насколько у меня получится, я постараюсь их передать. Он сказал, мамочка, Бог не очень-то хотел меня к вам посылать, но ангелы очень-очень его просили и упросили. И еще он сказал, что Пресвятая Троица и ее друзья, если дослонно, то Славочка сказал, не ее друзья, а его друзья, дали понемногу от себя силы. Я спросила его, Славочка, а у тебя что, своей силы не было? А он говорит, была и своя сила. Все понемногу дали силы, и я пошел сюда. Я спросила, а зачем тебе сюда? Зачем ты вообще пришел? Люди вырваться отсюда не могут, а ты пришел. А если бы ты здесь погиб? А если ты погибнешь? А он мне сказал, что он пришел для того, чтобы помочь спасению людей. И начал мне рассказывать, какие людям грозят страшные времена. Да, он пришел предупредить людей и помочь им пережить эти страшные времена. Он всем говорил, вот эти дары, что у меня есть, и сила, все это для вас. А для себя у меня нет ничего. А когда я вернусь обратно, говорил Славочка, и буду показывать им свои раны, они спросят, как ты все это пережил, и будут меня за что-то очень благодарить. Когда Слава уже умирал, этот же самый человек в монашеском облачении снова являлся Славочке в видении. Слава говорил, что этот человек сидел на табуретке в каком-то зале. Также на кончике его пальца висела лампадка, но уже угасающая. Это видение было за несколько дней до Славочкиной кончины. То, что Слава помнил себя до рождения, для меня это остается тайной. И я даже не пытаюсь все это объяснить, потому что все равно не смогу. Я попытаюсь лишь дословно передать то, что мне рассказывал Славочка. Многие меня вообще упрекали в том, что я поместила этот рассказ в книгу. Не раз мне приходилось слышать. Валентина Афанасьевна, давайте уберем из книги, что Славочка помнит себя до рождения. Это же не соответствует канонам православной церкви. Давайте и еще там что-то уберем, и еще, и еще. Но я им ответила, ничего я убирать не буду. Потому что Славочка сказал, что все, как я, мамочка, сказал, все так и будет. И я не хочу идти на поводу у кого-то и не собираюсь искажать Славочкины слова. Я очень боюсь Бога и очень боюсь предать Славочку. И поэтому я пересказываю все так, как он мне рассказал. Возможно, что некоторые вещи я воспринимаю, как я их воспринимаю. То, что он говорил, и как я это понимаю, это не всегда одинаково. Ведь он был чистым ребенком, а я человек грешный. И тем не менее, я постараюсь дословно, по его детским словам пересказать то, что от него услышала. Еще Слава говорил, когда вы узнаете, кто я, то очень испугаетесь, а потом будете мной гордиться. И эти слова мне говорил. Маленький ребенок. Может ли ребенок говорить такое? Вот почему в каком-то смысле Славочка не был маленьким ребенком. Конечно, глядя со стороны, он был таким. Бывало, просто смотришь на него, такой красивенький, на девочку похожий, и на ангелочка тоже. Но вместе с этим в нем было такое мужество. И поэтому я даже как мать, да и другие люди, мы не могли снисходительно относиться к нему, как к маленькому ребеночку, но чтобы сказать, ой, какая лялечка. Его боялись. Мы боялись вот этой какой-то его необычности. От этого было страшно. Я помню, как один раз я на него посмотрела, и как он на меня посмотрел своими большими, сильными глазами. И я невольно сказала, ой, как страшно, потому что очень красиво. Мне самой-то было от этого всего жутковато. Но я его просто попросила и сказала, Славочка, я тебя боюсь. И поэтому давай мы с тобой договоримся и будем вести себя так, как будто ты обыкновенный. Ведь я же все-таки для тебя мать, а ты маленький ребенок. И если нужно будет, я тебя даже накажу, если будет за что. Но он как-то не давал ни разу повода. У меня старший сын Константин возмущался. У всех братья как братья, а этот... Его даже не заставишь, чтобы тапочки принес. Я говорю, почему? Ты скажи Славочке. Славочка, принеси мне тапочки. Он тебе и тапочки, и халат принесет. Ага, Костя мне говорит. Я боюсь его попросить. Чего это он мне будет тапочки приносить? Я говорю, так ты же этого хочешь? И старший сын с такой печалью мне сказал. Не знаю. То есть это нас мучило. И старшего сына в том числе. Муж тоже однажды сказал. Что это такое, говорит? Заходят офицеры, а он всем кланяется, крестится. Он что у тебя, поп что ли? Чего это он всем кланяется и кланяется? А я говорю, да, кланяется. А что в этом плохого? Вот так Славочка всех приветствовал. К нему все с любовью относились. И одновременно боялись. Потому что он в любой момент мог сказать что-то такое и открыть такую тайну, что люди умолкали. В общем, все видели, что Слава необычный ребенок. И поэтому это было одновременно и красиво, и страшно. И все-таки все люди относились к нему с любовью. Потому что он был просто хорошенький мальчик. Но когда он что-то говорил, вот это-то, что он говорил, их пугало. И в то же время они хотели это слышать. В общем, люди переживали, потому что им было стыдно смотреть ему в глаза. Они так и говорили. Я не могу на него смотреть. Мне стыдно. Сейчас мы видим эти глаза на черно-белом фотоснимке. В реальности они были еще и необычного цвета. И эти глаза смотрели прямо в душу. Конечно, люди вначале смотрели, а потом как-то прятали голову в плечи, отворачивались, уходили, улыбаются и отходят. Почти одинаковое поведение у всех этих людей было. Глава шестая. Крещение. Когда мы служили в Германии, там были только католические храмы. Православных храмов там не было. Да и Славочка тогда был еще очень маленьким. Как-то мы на отпуск приехали к родственникам в Одессу. А ему было где-то около трех лет. В Одессе недалеко от железнодорожного вокзала стоит прекрасный старинный храм. И как только Славочка увидел этот храм, он сразу начал туда проситься. Ну, думаю, мало ли ребенок что увидел. Мы отвели его в сторону. Нам же такси нужно, багаж уложить, ехать надо. А он уже начал плакать. Да так горько плакал, что его в храм не пускают. Даже начал как бы вырываться из рук. А он тогда уже умел потихонечку ходить. И он начал вырываться из рук и начал как бы требовать. И когда мы увидели, в каком он состоянии, я мужу говорю, ты посмотри, что делается с ребенком. Стой здесь с вещами, а мы пойдем с ним в храм. Потому что уже невозможно было видеть такое, как он туда рвется. И потом, ведь это же храм. И мы пошли. Заходим в храм. А в храме никого нет. Только одна старушка-уборщица. Славочка у меня с рук сошел и пошел потихонечку к алтарю. А из алтаря вдруг выходит священник. И они встречаются. Батюшка на него смотрит, а он на батюшку смотрит. И Славочка начал с батюшкой разговаривать. Я уж не помню, что он батюшке говорил. Помню только, что батюшка глаз с него не спускал. Вот он стоит и смотрит, и смотрит, и смотрит на Славочку. А Славочка ему там что-то говорит, говорит. И потом батюшка на меня посмотрел и сказал, его срочно надо крестить. Срочно крестить. Я из рода верующих и потому знала и помнила, что над всеми нами есть Пресвятая Троица. После слов батюшки я запереживала, да и поняла, что с моим сыном что-то не так. Но для начала я осмотрела весь храм, потому что современность одесских храмов мне не внушала доверия. Росписи там уже современные, кондиционер стоит. Ну, жарко, я понимаю, конечно. Но так как я была воспитана в других традициях, то сразу вспомнила нашу старинную церковь. Вспомнила, что там стоит гроб Господень. Вспомнила, какие там прекрасные иконы, настоящие, старинные. Свечи и лампады горят, и никакого нет электричества. И руководствуясь каким-то внутренним чувством, я подумала, хорошо, конечно же, я Славочку покрещу. Обязательно покрещу, но только не в Одессе, а в нашем храме. Когда мы через год снова поехали в отпуск, Славочке тогда уже было больше трех лет. И мы поехали в тот самый старинный храм, в который я всегда ходила, и в котором я решила и Славочку покрестить. Приехали мы в город Тайга, Кемеровской области, и пошли в этот старинный храм. Наверное, по своей молодости и глупости, я подумала, что батюшка, который меня крестил, всегда жить будет. И мне хотелось, чтобы именно он Славочку покрестил. Но когда мы приехали в наш храм, и я спросила, а где батюшка? То мне сказали, так батюшка этот давно умер. Служил уже другой, молодой батюшка. Помню, что с Украины он был. И батюшкой этого звали отец Игорь. Мы покрестили Славочку у батюшки Игоря. К Славочке он с такой любовью отнесся. Мы опоздали, но он все равно нас принял. Славочку он отдельно крестил, несмотря на то, что там еще кто-то опоздал на крестине. Он Славочке разрешил самому выбрать для себя нательный крест. А тогда и не такой уж большой выбор был. И Славочка выбрал себе самый большой крест. А у него грудочка-то была маленькая. Он же совсем махонький еще был. И на такой маленькой грудке у него красовался большой нательный крест. Почти как на батюшке. Помню, Славочка тогда выбрал и своему брату крест. Такой же большой. Выбрал два креста. Батюшка ему все разрешил. Так вот, наш Славочка покрестился. Покрестили мы Славочку. И такой он был счастливый. Потом, когда мы уже в Германию с отпуска приехали, Славочка как-то подошел ко мне, посмотрел внимательно на меня, отошел, потом опять подошел и говорит, «Мамочка, а Бог есть?» «Да», — говорю, «Знаю, Славочка, что Бог есть». Он ушел, потом опять подошел, смотрит на меня глазами, такими огромными, и говорит, «Мамочка, а Бог и вправду есть?» Я ему отвечаю, «Подожди, а ты откуда знаешь?» И все. На этом разговор наш тогда закончился. А отцу Игорю, за его внимание и любовь к Славочке, Господь послал в утешение подарок. И произошло это тоже необычным образом. Дело в том, что перед крещением Славочки, собираясь в отпуск, еще в Германии я вспомнила, что сейчас в моде бархат, а в России его нет. И поэтому, придя в магазин, я решила купить этот материал родным и себе. Пришло на ум себе взять фиолетового цвета. Мне нужно-то было всего 75 сантиметров. Но на немецком языке продавец настойчиво советовала взять 90. Когда мы приехали крестить Славочку, отец Игорь после крещения подошел ко мне и сказал, «Похоже, вы мне можете помочь». Очень удивившись, что чем-то могу помочь бабюшке, я ответила, что очень буду рада, если мне это по силам. Священник говорит, «Нигде не могу найти бархат». И в Москву ездил в Березку, и друзей просил достать. Все бесполезно. Спросила батюшку, «А какой ему надо бархат, и сколько?» и с узумлением услышала, что нужен фиолетовый 90 сантиметров. С большой радостью в честь крещения Славы я подарила его отцу Игоря. А мы с супругом венчались уже здесь, в Свято-Троицком храме города Миасса. И с нами был наш маленький Славочка. Надо сказать, что сначала мы с Сергеем не были венчаны, мы были только зарегистрированы, и нам казалось, что этого достаточно. Но Славочка объяснил нам, что грех, когда человек не венчан, и сказал, «Поедем венчаться». Получается так, что венчаться он нас повез. Славочка очень-очень волновался. Он сам нам иконы вручал. Он был тогда такой счастливый. Пока нас батюшка венчал, он пошел по храму и успел со всеми служащими в храме переговорить. Со всеми успел побеседовать. Зашел к одной продавщице в иконную лавку, а у нее очень сильно болела голова. И она ему пожаловалась, «Славочка, у меня так болит голова». Она ему свою больную голову подставила, а он свою ручонку и положил на нее. «Погладь», — говорит, — «может, мне легче станет». Но он ее и погладил. А потом эта женщина говорит, «А у меня голова больше не болит». Я так удивилась. И эта женщина до сих пор свидетельствует, что Славочка ей вылечил голову. Когда мы с мужем венчались, там в храме была еще одна женщина. Она тогда была прихожанкой, а сейчас она монахиня Елизавета и живет в Верхотурском монастыре. Так вот, когда она недавно приезжала, то рассказала нам такую историю. Когда, говорит, вы с мужем венчались, Славочка в это время ходил по храму. А мы боялись к нему даже близко подойти. Настолько он был необычный. К нему было страшновато подходить. И в то же время очень хотелось к нему подойти. И все-таки они подошли и заговорили с ним. Одна из женщин спросила, «Славочка, а вот ты когда вырастешь, наверное, богатый будешь?» А он и говорит ей, «Да, я буду очень богатый, но не так, как вы думаете». А потом сказал, «А когда мне не будет 11 лет, я умру, а моя мамочка доживет до Антихриста». Он им это раньше сказал, чем мне. «Мне, – он сказал, – за полгода до своей смерти, а им сказал – за два года». КОНЕЦ